Хочу раскрасить сферу в синеме 4-бер. Выбираю племяки сферы, конвертирую ее, чтобы она была редактируема. Или жму на эту кнопку, или горячая клавиша «ЦЕЛО», но здесь две раскладки, или в основном меню «Каркас», «Конвертация», «Конвертируя племяки». В представлении выбираю «Затенение ГУРО» или «Быстрое затенение ГУРО». Вот у меня на режиме полигонок сейчас. Чтобы ее раскрасить, выбираю компоновку «BP3D Paint». И нажимаю кнопку «Мастер подготовки модели для рассказа». Здесь оставляю по умолчанию объекта. Дальше оптимальную кубическую проекцию. Так как я не делал «ЕВИ», то пересчитать «ЕВИ». И вот здесь вот, это вот все каналы. Сколько здесь галочек поставлю, столько будет каналов. Вот я, к примеру, оставляю свет и альфа-канал. У меня должно быть два канала. Я могу редактировать теперь один канал, или другой канал, или оба канала вместе. Когда у меня нажата вот эта кнопка. Вот в режиме текстуры. Вот у меня режим текстуры. Сверхи. Я ее сейчас буду раскрасывать. Выделяю. Не выделяется. То есть здесь из-за каналов. Нажимаю на канал. Теперь у меня работает выделение. Выделяем. Ну, лучше всего делать не на фоне раскраску, а каждый цвет лучше на своем слое. То есть, создаю слой новый. И раскрасываю его. К примеру. Чтобы снять выделение, просто в режиме выделения, щелкаю по любому месту. Снимается выделение. Снимается выделение. Уделяю. 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 И раскрасываю. Ну, например, красный цвет. И заливка, залить слой. Ну, получается. Сниму галку с обоих слоев, оставлю только один слой редактируемый, вернее канал. Заливаю этот слой красным. Теперь создаю новый слой. Слой я могу переименовать, как мне хочется. Два раза по нему щелкнул и, например, напишу красный. Теперь у меня свой созданный активный. Перехожу в цвета. И, например, сначала выделяем. Два раза по нему щелкнул. И, например, завью его зеленым цветом. Опять заливка. Залить слой. Переименую. Переименую его сразу зеленым. Создаю новый слой. Перехожу в цвета. Выделяю. 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 цвет. К примеру, синий. Заливаю активный слой. Он у меня завелся синий. Опять перехожу в слои. Переименовываю. Синий. Создаю еще один слой. Переименовываю. Синий. Создаю еще один слой. Выбираю цвет желтый и заливаю слоем. Зон у меня зависть с желтым цветом. Опять перехожу в слои. Переименовываю. Желтый. Создаю новый слой. Прехожу в цвета. Выделяю. Выделю сразу. Сверху и снизу. И залью это белым цветом. Заливка. Вот у меня вершины. Теперь белые будут. Снимаю выделение. Перехожу в слои. И переименовываю слой. Белый. Теперь смотрю в режиме бига. Вот у меня получилась сфера. Раскрашенная сфера. Нажимаю горячую клавишу 6. И вращаю этот объект. Смотрю. Компоновку. Перехожу в режим стартовая. Компоновку. В режим стартовая. Вот моя сфера. И делаю анимацию этой сферы. Называю её. К примеру, хочу где-то её повернуть на 360 градусов. Вот у меня здесь повороты непонятно какие. Я беру и вот фиксации и трансформации нажимаю зафиксировать всё. Вот у меня в основной системе координат получается все ноги. Теперь отмечаю ключ или ключевой кадр. Передвигаю ползунок. Пусть будет на 70-й кадр. Поворачиваю на по оси Х на 360 градусов. И нажимаю на ключевой кадр. И нажимаю на ключевой кадр. Также надо было нажать автозапись. Лучше всего. Смотрю. Вот у меня проворачивается на 360 градусов. Сфера. Но лучше здесь. в первый раз у меня длина 70 кадров. И сделать лучше 70 кадров. Полностью. Видеодорог. ползунок. 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 И теперь мне надо ее сохранить. в настройки рендера. Вернее мне не надо настройки рендера сейчас. Я ее буду сохранять. на расширение на расширение синьки. Файл. Сохранить сцену с учетом составляющих. И выбираю место, куда я хочу ее сохранить. Даю название. Сохранить сцену. И сохраняем. Закрыть. Все. Теперь смотрю, где я ее сохранил. Вот у меня сохранена сфера. Нажимаем и проверяем. Все у меня скляра готова для будущего ее использования Cinema 4D.